Все части этого рассказа с финалом, а также начало нового и плюс секретные страшные истории уже вышли на моей аудиоплатформе на Бусти, в Телеграм-канале и на Патреоне. Слушайте на месяц раньше Ютуба, без реклам, с возможностью скачивания в телефон для оффлайн-прослушивания. Все ссылки в описании. Светлана. Женщина из большой семьи в Копытово почти бежала по трассе. Умом понимая, что на улице светлый день и рядом никого нет, она не могла отделаться от странного ощущения невидящего взгляда черных глаз. Ей повезло поймать попутку, подбросившую ее до проходов. Оказавшись в деревне, она стала расспрашивать попавшихся ей навстречу людей, где живет девочка Марина и ее друзья. Словоохотливые местные рассказали ей, что Маринка живет на хуторе, где-то за лесом. Антон сейчас в армии, Мишку невозможно застать дома, а Кирилл уехал в город поступать в университет. Так что из всех Марькиных друзей дома можно было найти. Одного Вадика, да еще Кольку, где-нибудь, наверное, на пруду. Узнав, где находится дом Вадика, Светлана, не задумываясь, направилась туда. Лесная семья жила своей обычной жизнью. Лето было самой горячей страдой, как, впрочем, и у всех деревенских людей, с той лишь разницей, что горячая страда семьи проходила в лесу. Следуя за сезоном, одни ягоды сменяли другие, весенние грибы-говорушки сменяли летние подберезовики и подосиновики, а еще был огород, да и основные дела никуда не девались. Бульбунарий по первости вызывался, было помогать собирать грибы и ягоды, но передвигаться по суше ему действительно было тяжеловато, и он быстро потерял интерес к этому занятию, пообещав, что будет собирать семье клюкву, когда его болото войдет в свои права. Он все-таки подружился с Сомом, и когда было скучно, плавал, прихватив какое-нибудь угощение, послушать диковинные истории, которые в изобилии знал старый Сом. Маринка полюбила разговаривать с Шишей. Первое время это очень радовало Митьку и выводило из себя деда, так что докричаться до внучки, бесконечно занимавшейся своим диковинным подарком, было решительно невозможно. Но потом страсти утихли, и Шиша стала постоянной Маринкиной спутницей. Дома змейка спала в термосе, а на улице Марька носила ее на шее или запястье, и уж точно, что ни у одной красавицы не было такого украшения. Дуся быстро поправилась, и к середине лета она уже бегала за Васькой по огороду. Далеко от дома кошка отходить боялась, а вот вьюнок в банке загрустил, несмотря на заботу и кормежку, и с разрешения бульбунария Маринка отпустила его в реку, пообещав навещать рыбку возле отмели. Мишка домой все-таки приехал. Неделя через две после Марькиного дня рождения. На встречу с ней он пришел, модно подстриженный и модно одетый, весь его вид говорил «смотри, как люди живут». Про день рождения девушки он, оказалось, забыл. Конечно, Мишка извинился, и, конечно, Марька его простила и оправдала в уме. Новые знакомые, новая жизнь и, в конце концов, учеба, много кого способны заморочить. Но осколок в душе все-таки остался, и время от времени неприятно покалывал сердце. Особенно по ночам. Мишка в последнее время предпочитал отираться в районных центрах и близлежащих городках, где были все атрибуты современной жизни – кафе, клубы и кинозалы. Он много раз приглашал туда и Маринку, но она, привыкшая к лесной жизни, в этих шумных муравейниках чувствовала себя так, как будто тысяча рыжих муравьев растаскивала ее на части. А поэтому пару раз, съездив с Мишкой, она наотрез отказалась от подобных развлечений. Мишка стыдил ее и даже дразнил деревенской клушей. Но Марька и сама была странный язык, из-за чего эти разговоры частенько заканчивались ссорой. Однако и Марька могла поклясться, что не прикладывала к этому руку. Мишкины гулянки закончились сами собой. Связавшись однажды с сомнительными друзьями, он загремел в полицию одного из окружных городков. Родители, вызволившие его из беды, поставили жесткие условия, в результате которых Мишка надолго засел в родных пенатах, и его отношения с Маринкой возобновились. Она понимала, что должна преподать блудливому ухажеру урок, но ее сердце было мягче и сговорчивее, чем разум. И она ничего не могла с этим поделать. Когда и где бы они не встречались, ресницы ее нежно трепетали, дыхание перехватывало от волнения. Она надевала для свиданий самые лучшие свои наряды. Мишка же, смеясь, называл их цыганщиной и обнимал девушку. Марька колотила его по плечу маленькими кулачками, а он прижимал ее сильнее и целовал. Они выбирали для своих свиданий укромные уголки, нехоженные берега реки, спрятанные в лесу полянки, густую зелень кустарника. И им казалось, что они никогда не устанут друг от друга. Вадику пришлось обойти много заветных мест, прежде чем ему удалось найти влюбленную пару. Он хотел выждать, пока на него обратят внимание, но понял, что это может произойти не скоро, поэтому обнаружил свое присутствие обычным в таких случаях покашливанием. Марька резко обернулась и покраснела. Мишка опустил глаза со своей обычно полуулыбкой, полу-насмешкой в губах. «Это проблема у нас?» – произнес Вадик смущенно. «Какая проблема?» – встрепенулась Маринка. «В Копытово ведьминым домом интересовались. В администрации районные узнавали». «И что?» – спросил нетерпеливый Мишка. «Наследников-то нету», – продолжил Вадька. «Вот администрация решила взять на рассмотрение дело о передаче прав собственности с возможностью последующей продажи». Маринка, охнув, прижала руку к губам и, не почувствовав на запястье привычного уже оберега, испугалась еще больше. Вообще-то шишу на свидание она не брала, Змейка почему-то не полюбила парня. Но сейчас, Марьке, это показалось недобрым знаком. Прежде чем сообщать Лешему, подростки решили сами посетить Копытово. Мелких опять брать с собой не стали. Идти было решено втроем. Маринка повела пацанов лесом, так было гораздо быстрее. Им не пришлось тратить несколько часов на дорогу, да и в деревне они появились внезапно. Ребята шли по центральной и, в сущности, единственной улице Копытово и прислушивались к ощущениям. Было что-то странное и неправильное вокруг. Нет, не так, как в прошлый раз. Гомонила домашняя птица. Попадались навстречу люди, играли дети во дворах и на улицах. В палисадниках и огородах кто-то трудился, лениво брехали где-то собаки, порхали мелкие печуги. Но во всем чувствовалось какое-то напряжение или даже тяжесть. Люди почти не разговаривали между собой. Встречные кидали на пришельцев слобные взгляды и, нездороваясь, проходили мимо. Такие же взгляды встречались за палисадниками и в огородах. Даже дети косились как-то подозрительно, а из одного двора ребята вовсе попытались закидать яблоками. И только когда Вадик с Мишкой, развернувшись своими внушительными торсами, сделали шаг к забору, за которым прятались охламоны, те смылись за сарай. Возле знакомого уже дома рвала траву та самая старуха, которая в прошлый раз горько облакивала свою козу. Недалеко от нее, привязанная к колышку потрепанной веревки, паслась другая, молоденькая еще козочка. Увидев троицу, направляющуюся в ее сторону, бабка выпрямилась. Ребята поздоровались, бабка всплеснула руками. «Батюшки, вы на сель-то зачем к нам пожаловали?» «Да вот услышали, что опять у вас неладно», — сказала Маринка. Старуха неторопливо сложила сорванную траву в мешок, валявшийся у ее ног, вытерла руки опосташки и задумчиво потерла щеку ладонью. «Неладно», — проговорила она, — «как окурили всех. Злые стали и чудные, как будто подурнели в раз». «А про ведьму чего говорят?» — спросил Вадим. Бабка из-под лобя посмотрела на ребят, огляделась по сторонам и взволнованным шепотом заговорила. «Только, мам, мы с Любой, да еще старый пердун Архипыч и помним, а при других слов сказать боимся, того и гляди, в клодку вцепятся, баю же, как очумели все». «Как же Светлана?» — спросила Маринка. «А кто ж ее знает? Она тоже молчит, у ей, небось, детки, не разбазаришься особо». Бабка еще раз огляделась. «Да вы у ней спросите, она, небось, лучше разумеет». Светлана, встретившая троицу у калитки, так же, как и до этого старуха, посмотрела по сторонам и только после этого пропустила ребят в дом. Закрывая дверь, она еще раз огляделась. То, что поведала подросткам женщина при закрытых окнах и дверях, было настолько удивительно и страшно, что Маринка поняла, пора сообщить о происходящем семье. Зря Маринка надеялась, что запертая ведьма — надежное решение проблемы. Копытовцы каким-то странным образом стали забывать о страшной беде двухлетней давности. Люди вообще склонны забывать события, пугающие или не поддающиеся объяснению. Так защищается человеческая психика. Но такая повальная забывчивость была совершенно необычным явлением. Часть копытовцев вообще не помнила ни о каких происшествиях. Остальные были уверены, что птицы и скотина стали жертвой небывалого нашествия волков и лисиц, а парень и девушка просто заблудились и утонули в озерце, которое, между прочим, можно было посередине вброд перейти. Было чего испугаться. На обратной дороге Маринка изложила пацанам свои выводы. Ребята с ней согласились, и тем же вечером Марька рассказала дома все, что узнала. Услышав новость, дед, как всегда, страшно ругался, обзывая людишек всякими обидными прозвищами, которых у него в запасе было великое множество. Когда он, наконец, выпустил пар, Маринка спросила. «Делать-то что теперь будем?» Дед развел руками и, усевшись за стол, положил голову на ладони. «Я и тогда не знал», — сознался он. «Это ведь ты ведьму заперла. Вот ты мне и скажи, что теперь делать!» Марька сокрушенно вздохнула. «Я ведь не думала, что она как-то миновать защиту сможет. Не должно такого было быть. Я все правильно сделала. Что же это за колдовство такое?» Марька обратилась к лоскатухе. «Бабушка, может, ты чего знаешь? Это ведь теперь в ведьм не верят. Но ты-то что-нибудь помнить должна?» Лоскатуха пожала плечами. «Ты, девонька, должно забыла, что я сама нечисть. Для людей все одно, что ведьма. Так что же, так ничего и не знаешь?» Расстроенно спросила Маринка. Лоскатуха сложила руки замочком и о чем-то задумалась. «Есть одно средство», — медленно проговорила она. «Кровь». «Кровь», — переспросила непонимающая Маринка. «Тот договор, что Мария себе вытребовала, мог только кровью оплатиться», — продолжая погрузившееся в воспоминания бабка. «Все черные обряды недозволены. Значит, только кровью питаемые, и только кровь их держит. Все черное ведовство на крови замешано, и кровь надобна не только жертвенная. Жертва она как плата, но и самого бразителя вроде как зарок обещанную душу отдать». «Кровь», — протянула Маринка, и в глазах ее загорелись огоньки. «Ну, конечно», — возбужденно заговорила она. «Комары пьют кровь. Она специально кормила их, и они заражали деревню. Ну, так же, как малярией. Комарам ведь преграды не поставишь, они выше осин летают». «Эй!» — махнул рукой дед. «Какая у нее сейчас кровь! Она два года пауками и мухами питается. Оттуда, небось, уже и семь мыши с лягурхами разбежались». «А как же она живет?» — удивилась Маринка. «А так и живет. Помереть-то не может. Сама себе такого пожелала». «А что будет, когда она в прах превратится?» «В доме останется. Тенью, пауком, как уж выйдет. Только лоскотуха права. Без крови сил у нее совсем мало будет. Вот, видать, и торопится». «Дед, от чего она хочет-то? Чего ждет?» Не отставала внучка. «А кто ж ее поймет?» — пожал плечами леший. «Для нее сейчас все средства хороши. Ежели, к примеру, местные совсем сдуреют и рощу вместе с домом подожгут, она свободна будет. А может, она для того и бережет бедолаг, которые помнят, чтобы их ей в жертву принесли. Людишек ведь только завести надать. Ты вон сама говорила, что они друг на друга бросаться скоро начнут». Дед пожевал губами. «Только, видать, долго слишком копытовцы дозревают, если она дом кого-то подначила купить. Видно, совсем мало времени у нее осталось». «Да как же она подначила, если сам говоришь, что у нее крови нет?» «Знать успела. А это как снежный ком с горы. Пусти покатиться. Вон, москвичи могли знакомым рассказать, что в деревне дом пустует. А дальше уже само закрутилось». «И что будет, если дом купят?» «А то и будет. Вселится она в первого, кто защиту пройдет. Ты ищи потом, особливо, если их много будет. Не изведешь же ты всех представителей комиссии, скажем». Леший замолк. Маринка тоже удрученно молчала, и вдруг голос подал Митька. Все аж сдрогнули от неожиданности. «Ба!» — спросил он. «А как кровь помочь-то может?» Марька с дедом поглядели на Лоскотуху, удивляясь, когда они сами забыли о таком важном вопросе. Лоскотуха развела руками. «Да где ж мне знать-то? Слышала только, что кровь не абы какая нужна, а родная, жизнь давшая, чистая, изжившая грех, и чтоб по своему хотенью сильничать никак нельзя, пользы не выйдет». Дедунь, а ворон вроде говорил, что мать у Марии осталась. Немного подумав, спросила Маринка. «Говорил, говорил», — ответил дед. «Да только сколько годов-то пришло, где ее искать? И если жива еще, у меня столько птиц нету, чтоб по всей земле разослать». Снова повисло молчание, и только Лоскотуха, остановившая странный взгляд на Лешим, вдруг стала медленно слезать с сундука. «А ну-ка, подсобите!» — приказала она Митьке с Маринкой, и начала доставать из недр сундука свои богатства — холсты, нитки, кружева и прочие вещи, относящиеся к рукоделию. Внуки принимали у нее сложенные в кипы добро и складывали на Митькину кровать. Когда на дне сундука остались вещи малоопределимого назначения, Лоскотуха, перевесившись через край, долго шуровала там руками, чем-то гремя, звеня и шурша. Наконец старуха выпрямилась, победно продемонстрировав вещицу, которую выудила с самого дна. «Мать моя!» — всплеснул руками Леший, а Лоскотуха, нежно вытерев вещицу о фартук, показала ее внукам. Это было круглое зеркало с ручкой в замысловатой оправе, скорее всего, из серебра. Глядя на него, старуха мечтательно сказала. «Стащила!» «Эх, молода была!» «Что это?» — спросила Маринка. «А это, по-вашему, камера следячая!» — ответил дед. «Зеркало это всевидящее!» — объяснила бабка. «Значит, можно мать Марии увидеть!» — удивился Митька. «И шустрые какие!» — усмехнулась Лоскотуха. «Сперва надо полночи дождаться, когда один день права другому передает, и за шалостями смотреть некому. Ты, Маришка, травок нарви каких скажу, я пока водицу заговорю, а ты, Митюшка, зеркало охраняй. Лакомая эта вещица для всякого сброду». В половине двенадцатого бабка достала из сундука обливное блюдо и налила в него заговоренной воды. Затем раскрутила в трех пустых жестянках собранные Маринкой травы, добавив к ним какие-то сухие ингредиенты, вид которых смутно напоминал высушенные кизяки. По горнице разлился странный неприятный запах. За минуту до полуночи лоскатуха начала свое камлание. Она помывала над блюдом руками и произносила низким, утробным голосом совершенно непонятные для зачаровано следящих за обрядом внуков слова. Вода в блюдце стала белой, как молоко. Над ней начал подниматься клубящийся туман. Лоскатуха резко развела обе руки в стороны, и туман осел, обнажив поверхность идеально прозрачной жидкости, на которой, к разочарованию зрителей, не было никакого изображения. Улыбнувшись, бабка бережно взяла в руку зеркальце и поднесла его к блюду так, чтобы можно было видеть отражение. Наклонясь почти вплотную к поверхности стола, Маринка увидела в зеркале женщину, стоящую на коленях перед каким-то храмом и истово молящуюся. Одетая во все черное, она была сухенькой и сгорбленной. «А почему там день?» – спросил Митяй. «Я…» – крякнул дед. «Это зеркало умное, знает, чего показывает. Чего бы ты там ночью углядел?» и добавил уважительно. «Чародейство, чай!» «Значит, это и есть мать Марии?» – спросила Марька. «А то кто же?» Опять влез леший. «Того заказывали, того и кажут. А как же мы узнаем, где она?» – продолжала девушка, не отрывая взгляд от отражения. Плоскотуха подняла зеркальце повыше и в его блеклой поверхности отразился необыкновенной красоты храм с белыми стенами и золотыми куполами. «Брянский кафедральный собор…» – прочитала Маринка надпись на высоких кованых воротах. «Ничего себе!» – присвистнул Митька. «Далеко она от дома-то забралась?» «Значит, правду люди говорили!» – протянул дед. «Дочку она искать пошла! Вот и ходит от церкви до церкви, грехи ее замаливает!» «А куда ж? Она знает, куда идти!» – удивилась Марька. «Фич!» – уставилась на нее бабка. «Так она ж сама ведунья! Потому и молиться на паперде! В церкву-то ей нельзя!» Она снова поднесла зеркало к воде, чтобы стало видно женщину. И в тот момент та обернулась, посмотрев, как в объектив камеры на таращающуюся на нее троицу. Лицо у нее было высохшим от горя. Темные круги под беспокойными глазами свидетельствовали о том, что женщина почти не спит. «Ну вот», – удовлетворенно проговорила лоскотуха. «Теперь и она знает, что ее ищут». Поехать в Брянск уговорили дядю Сергея, отца Кирилла, объяснив тем, что родственница попала в беду. Услыхав разговор, жена дяди Сергея очень вдохновилась и попросила мужа заодно привезти святой воды и иконки, освещенные на мощах в таком благодатном месте. Муж хоть и считал это суеверием, но прихотям жены не перечил и на следующий же день отправился в дорогу. С ним поехала и Маринка. Она просила Мишку сопровождать ее, но парень наотрез отказался переться в такую даль, сославшись на запрет родителей покидать деревню до конца каникул. Марька была более чем расстроена. Она считала, что в такой серьезной беде Мишка должен был быть рядом. И оттого еще более тяжелое предчувствие сковало ее душу, но она постаралась отогнать дурные мысли. Дядя Сергей оказался редкостным болтуном. Всю дорогу он рассказывал о рыбалке, охоте и прочих мужских развлечениях, абсолютно неинтересных Маринки. Чтобы не злиться, она старалась просто не слушать, тем более, что мысли ее были заняты совсем иными вещами. Она думала, удастся ли найти женщину, которая показала зеркало. Захочет ли мать Марии помогать им? В любом случае, у них был только один ориентир – собор. И путь их лежал к нему. Войдя на территорию кафедрального собора, Сергей и Маринка разделились, договорившись позднее встретиться у ворот. Папа Кирилла пошел покупать заказанные женой подарки, а Маринка прямиком направилась к главному входу в храм. Еще издалека Марька увидела ее. Сгорбленная, худая женщина сидела на паперти и отрешенно смотрела себе под ноги. Хотя она и не просила, многие, выходящие из собора, бросали ей деньги, у Маринки заколотилось сердце. Подойдя к женщине вплотну и проглотив ком в горле, Маринка спросила, «Вы мать Марии?» Женщина подняла глаза на девушку и то ли кивнула, то ли опустила голову. «Я ждала вас», сказала она, поднимаясь на ноги и подбирая свою котонку. Женщину звали Екатерина. Всю обратную дорогу странная попутчица хранила молчание. Почему-то расхотелось болтать и дяде Сергею. Домой они добрались уже по темноте. Оставив машину у лесной тропинки, Кирюхин папа долго порывался проводить путешественниц до их избушки. Маринке даже пришлось применить свою силу, чтобы убедить его, что все в порядке и они в безопасности. Кивая сам себе, Сергей поехал домой. Леший встретил Маринку и гостью на середине пути. Катерина удивленно взглянула на него, но ничего не сказала. В избушке она съела только кусок хлеба и, отказавшись от всех предлагаемых ей удобств, легла спать на полу. Когда женщина заснула, лоскотуха накрыла ее старым и съеденным молью дулупом. Спала Катерина очень долго, как человек, достигший конца пути. Многие годы шла она по следу дочери, твердо решив разрушить проклятие, которое та приняла по собственному желанию. Останавливалась в каждой церкви, в каждом соборе, спала в монастырях, питалась только подаянием, запивая освященной водой и молилась, молилась, молилась. Она боялась только одного не успеть, и вот скитания ее остались позади. Поднявшиеся рано утром домочадцы ходили на цыпочках и разговаривали шепотом, лишь бы не разбудить измученную женщину. Когда путница проснулась, она резко села и огляделась по сторонам. Вспомнив, наконец, где находится, она выдохнула и опустила голову. На завтрак лоскотуха приготовила оладьи с черничным вареньем, но Катерина не хотела есть. Взяв ее за руку, бабка наклонилась к ней и сказала, «Поешь, милая, сил-то тебе много понадобится». Катерина кое-как проживала угощение и запила травяным чаем, а потом опять застыла, так и оставшись сидеть за столом. Сообразив, что так дело не сдвинется, дед пошел за Бродиловым. Выпившая под напором деда, и Катерина быстро захмелела, но так и продолжала молчать. Тогда заговорил дед. «Некогда нам в молчанку-то играть. Раз пришла сюда, значит, решилась. Вот и нечего тянуть. Дочь твоя не ровен час из-под затвора выйдет. Тогда беды не оберешься». Катерина взглянула на Лешего широко открытыми глазами и вдруг, прижав руки к лицу, разрыдалась. Рыдала она молча, только всхлипывая и сотрясаясь всем телом. Замершие от неожиданности домашние боялись пошевелиться. Когда женщина успокоилась, она достала из-за пазухи какой-то предмет, похожий на скомканную бумагу грязно-коричневого цвета и положила его на стол. Приглядевшись, Маринка поняла, что это кусок ткани, пропитанный засохшей кровью. «Салтаря взяла», сказала Катерина, ни на кого не глядя. «Пролитая кровь должна возродиться. Загубленная жизнь должна снова свет увидеть, иначе проклятие не отпустит». «Ну, за этим дело не станет», сказал Леший, почесав затылок. «Ну, а дальше-то что?» «Дальше я сама», ответила женщина, и вдруг, обведя всех присутствующих, беспокойным взглядом спросила, «Как вы ее заперли?» Маринка рассказала об обряде. И Катерина опять то ли кивнула, то ли опустила голову и проговорила, «Скажите мне, когда новая жизнь возродится, и я скажу, что делать». Днем Маринке позвонил Вадик и сообщил, что управа назначила комиссию для осмотра и оценки дома. Правда, получилась заминка. Не могут собрать всех ответственных лиц в одно время, но сколько это продлится, никто не знает. Вечером этого же дня Леший с внучкой отправились в лес. С собой они несли страшный трофей, который Катерина семнадцать лет хранила на груди в надежде исправить содеянное. Дед вел Маринку на тайную поляну, где оберегал границу великан дуб. Старик поклонился дубу и, поискав траве между могучих корней, подобрал опавший желудь. Затем на должном расстоянии выкопал клюкой ямку, желудь бережно обернули в окровавленную тряпицу, положили в углубление, полили лоскутихиной водой и аккуратно засыпались землей. «Ну вот», — сказал Леший, обернувшись к дубу, «будет у тебя племянник». Три дня Маринка не отходила от посадки. Время года было неподходящее для Ростка. Ночью ее сменяла лоскутиха. Мишка страшно злился, что Марька не отвечает на сообщения и никак не дает о себе знать. Идти искать ее у избушки он считал ниже своего достоинства. Но вот, неимоверными стараниями лесных ведьм, вечером третьего дня из земли показался маленький, как червячок, белый росточек. А утром четвертого дня дубенок раскрыл первые два листочка. Это был день назначенной комиссии. В двенадцать часов пополудни в дом Марии должны были войти люди. Времени было очень мало. Узнав о Ростке, Катерина встала и выпрямилась. Глаза ее еще больше запали, взгляд стал еще отрешеннее. «Я не смогу пойти через ограду», — сказала она Маринке. «Это придется сделать тебе. У тебя будет всего несколько секунд. После того, как ты откроешь проход, ты должна будешь сразу уйти. Мешкать нельзя, она ждать не будет». Маринка рассудила, что помощь будет не лишней, и позвонила Мишке. Но обиженный Мишка не ответил на звонок. Марька была готова расплакаться, но времени у нее на это не было. Она позвала верного Вадика, но тут встал вопрос, кого взять вторым помощником. Маринка обернулась к Митьке. Лоскотуха, перехватив взгляд, встала грудью. «Куды? Куды он еще дитё? Загубите этих мальчевых детей!» Но увидя Митькины глаза полной отчаянной просьбы, дед, вздохнув, сказал. «Пусть идет. Надо же ему когда-то». До проклятого дома они дошли лесом, никем не замеченные. Все четверо встали перед защитным кругом. «Готово?» спросила Екатерина. «Готово», ответила Марька. «Тогда давай», сказала женщина с ледяной уверенностью в голосе, встав за девушкой. Вадик и Митька встали слева от них. Вздохнув, Маринка протянула руку и разрезала красную нить ножом. Затем ногой разровняла часть защитного круга, подняла глаза и в ту же секунду остолбенела, полностью потеряв власть над собой. На нее надвигалось что-то, что нельзя было не только описать, но и объяснить. Существо, только отдаленно напоминающее человека, передвигалось на тонких, неестественно тонких ногах. Нереально тощие руки были выставлены вперед и чуть разведены в сторону, как будто бы тварь пыталась сохранить равновесие. Не только о туловище, но и о одежде, покрывающей его, судить было абсолютно невозможно. Все это было покрыто паутиной и плесенью. Паутина свисала по плечам, доходя до локтей, покрывая колени, если они вообще были у этого чудовищного видения. Если бы оно не двигалось, его можно было бы принять за огородное пугало, но оно двигалось. Ноги пруди искривлялись и прогибались во все стороны. Туловище, несмотря на движение ног, изламывалось в совершенно хаотичном направлении. Голова, повинуясь шагам, моталась из стороны в сторону. И эта голова, слишком большая для тщедушного тела, делала пугало похожим на гигантское насекомое. Но были еще и глаза. В глубоких провалах голосниц сияли злобные огоньки. Огоньки, которые говорили, что тварь живет и жаждет жизни. И в мгновении ока чудовище оказалось возле маринки, вцепилось тонкими, неестественно длинными пальцами девушки в ключицы. Машинальным неосознанным движением Марька вскинула руки для защиты и в этот момент свернувшаяся на ее запястье шиша черной молнией метнулась твари прямо в глаза. Ведьма завыла, замотала головой, пытаясь избавиться от нестерпимой боли. Это дало Маринке возможность прийти в себя и почти рыбкой нырнуть в объятия Вадика а Митька на лету успел подхватить отброшенной ведьмой змейку. Опомнившийся монстр ринулся к проходу, но к удивлению чудовища проход был закрыт. Там стояла она, женщина, давшая жизнь. Дикий хохот с водящей скулы услышащих его распугал птиц по всей округе. Улыбаясь, если этот оскал можно было принять за улыбку, Мария приблизилась к неожиданной преграде. Вцепившись когтями острыми, как шипы богомола, женщине в плечи, зубами тварь впилась ей в горло. От жертвы не послышалось ни звука. Мария жадно всасывала в себя так давно желанную жидкость. Жажда, жажда крови, и жажда свободы и сводящая с ума, такая вожделенная жажда мести не позволили ведьме заподозрить подвох. Когда понимание пришло, было уже поздно. Она отшатнулась пятясь назад, глядя изумленным взором на мать, мать, чистая кровь, которая убивала ее. В следующую секунду руки ее тошнотворно хрустнув в суставах, неестественно вывернувшись, завелись за спину. Голова закрутилась на тонкой шее, как шарик на веревке. Следующая судорога резко выгнула ее тело вперед, почти переломив его пополам. В таком положении, опираясь взломанными конечностями о землю, издавая страшный хриплый клекот, она заметалась из стороны в сторону, закружилась на месте и в конце концов рухнула навзниче взломанной грязной куклой. Маринка, которую парни оттащили подальше от страшного действия, не могла понять, действительно ли она видела черный завихряющийся дым, вышедший из ведьмы и ввинкившийся в землю, или это была только тень от ветки куста? Екатерина, зажимая рукой рану на шее, нетвердой походкой прошла на двор, опустившись на колени и улыбаясь, она погладила жуткую голову, а затем легла и обняла то, что осталось от ее дочери. Когда ребята наконец решились подойти, женщина была мертва. Известие об обнаружении страшных находок в самом крайнем доме Копытова накрыло всю округу. Дело велось необыкновенно долго, но, не найдя реального объяснения происшедшему, было сослано в архив под грифом «Секретно». Управа все же создала комиссию по оценке состояния жилища, и после того, как некоторые ее члены по очереди выскакивали на улицу для того, чтобы избавиться от завтрака или обеда, дом был признан непригодным для проживания, единогласно было принято решение о сносе постройки. Копытовцы понемногу стали отходить. Многие покинули деревню, теперь уже навсегда Копытова опустела почти наполовину и должно пройти, наверное, полтора, десятка лет, прежде чем новые переселенцы и дачники откроют для себя это место. Но наша история не об этом. Маринка после этого происшествия надолго замкнулась в себе. Шиша стала ее единственной собеседницей. Кошечка Дуся приходила ночью к Марьке на кровать и вылизывая ей нос и уши о чем-то до утра мурлыкала. Вадька уехал учиться в ближайший город на автотехнике. Кирилл, не поступивший в универ, вернулся домой помогать родителям по хозяйству и готовился к новому поступлению. Мишка тоже уехал продолжать учебу. Перед этим он все же сумел объясниться с Марькой и, конечно, девушка его простила. Но в этот раз глубоко в душе она оставила память о предательстве. Привычная жизнь лесной семьи продолжалась и только Митька все чаще и тяжелее вздыхал, глядя на Марькино состояние. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ссылка в описании.